Ну, там недавно, допустим, вчера была авария на газопроводе. Все там рассуждают о каких-то там причинах. Я где-то мельком в одном из телеграм-каналов написали там, а может, это там кибератака и так далее. Мониторинг соком АСУТП. Вот, по сути говоря, АСУТП, вот, Анрик сказал, там какой-то определенный бизнес-процесс. АСУТПшники хорошо, прекрасно понимают, где какие у них есть отклонения, и зачастую им нужен инструмент для мониторинга. А в некоторых случаях, ну, прям, АСУТПшники к себе не пускают. А вот насколько вообще сок АСУТП, вот сок корпоративной сети и сок АСУТП, это два разных сока, это один и тот же сок. Вообще, можно ли там говорить о соке в АСУТП и совмещать его с корпоративным? То есть, вот, насколько рынок движется в эту сторону? Ну, не знаю. Кто готов поднять руку, что он мониторит? Нет. Да-да-да, началось, да. Нет, давайте, кто готов поднять руку и сказать, что он мониторит АСУТПшную сеть какую-нибудь. О, отлично. Леш, давай с тебя начнем. Давай. Какой АСУТПшную сеть мониторить? Слушай, несколько, одна энергетика, одна пищевка. Ну вот, это из того, что я знаю, давно не погружался, возможно, уже больше. Наверное, даже две энергетики. Соответственно, на мой взгляд, невозможно прям вот взять и отделить. Нельзя просто взять и отделить коммерческий сок, корпоративный сок от технологического сока. Объясню почему. Когда инцидент случается уже в АСУТП и это инцидент со внешним злоумышленником, простите, поздно в большинстве случаев. Шифровать там скады, сделать там еще нехорошие вещи, это вот прям дело одной секунды. Поэтому, когда многие заказчики к нам приходят со словами, ребята, у меня Киев, это АСУТП, давайте вот только ее защитим и все. Я вот прям, мне некоторые говорили, что так можно. Вот прям... Нельзя. Нельзя. Нельзя так делать. Чем причина? Давай, коротко. Три причины, почему так нельзя? Потому что, ребят, чем раньше вы обнаружите злоумышленника, тем больше у вас будет времени на реагирование. Когда вы обнаружили в АСУТП, у вас две минуты, ну там максимум. Когда вы обнаружили в корпоративном, вы можете не дать ему проникнуть в технологию и очень плохо допускать то, что вот в принципе злоумышленник может туда проникнуть. Хотя мы все прекрасно знаем, стыки есть везде. Но в любом случае телеметрию оттуда собирать надо, потому что есть там внутренние нарушители, есть там нарушения процессов, которые потенциально могут привести к инциденту. Не знаю, там стоит компьютер с запаянным USB, но человек, подпаивая проводки через вентилятор там блока питания, просовывая пинцетом туда, выводит USB, вставляет свисток, смотрит YouTube, потому что ему скучно. Это там один из реальных случаев, который мне коллеги рассказывали, которые с инспекцией приезжали из блока интеграции на категорирование объекта. Вот они это своим глазами видели. Соответственно, причина в том, что, а, надо склеивать инциденты, б, надо как можно раньше выявлять злоумышленника. То есть АСУТП необходимо подключать, но это явно не первая очередность. Сначала разберитесь с тем, что у вас в корпоративном сегменте, потому что с ним всегда есть стыки. Понятно, такая уловочка прозвучала. Ну, то есть только АСУТП нельзя мониторить, потому что надо инциденты обнаруживать пораньше, чтобы успеть среагировать. Поэтому лучше начать с корпоративки, чтобы у злоумышленника было шагов побольше. Главное, чтобы оно не торчало в интернете или куда-то там. Можно я уточняю еще вопрос задам? Просто когда мы говорим, мы мониторим АСУТП, вот мы что в эту историю вкладываем? Мы мониторим прям вот уровень контроллеров исполнительных механизмов? Верхний средний. И специализированный сенсор. А с пылка собирается, ну, условно говоря, что? У нас будет блок про технологии, мы дойдем. Это как, а что? То есть там, я не знаю, сброс конфигурации, или вы прямо уставки контролируете, прямо модель цифровую создали, процессы, и как бы... Леш, давай, этот вопрос мы обязательно поговорим, что мониторить вас АСУТП. Вот прям у нас будет... Кого мониторите? Какова концепция? Как много будет в будущем вообще клиентов, которые готовы АСУТП свое доверить внешнему соку? Ну, я здесь Алексея полностью поддержу. Как бы нельзя отделять корпоративный сок от сока АСУТП. Ну, наверное, исключая, может быть, кейсы, когда АСУТП напрямую куда-то торчит в интернете, никак не связано с корпоративным сегментом. Как правило, как бы АСУТП попадает, сначала попав в корпоративный сегмент, а уже оттуда в технологические сети через те стыки, которые есть. Поэтому, как бы, очевидно, что в первую очередь обеспечьте защиту корпоративного сегмента и мониторинг, уже во вторую очередь, как бы, АСУТП на случай, если вдруг через стык туда попали, каким, почему-то, по каким-то причинам, вот, развитие атаки в корпоративном сегменте мы пропустили, там, сейчас не будем выдаваться, да, почему это может произойти, и уже оказались вот там. Вот, поэтому разделять ни в коем случае нельзя. Если говорить, как бы, конкретно про нас, что мы мониторим в АСУТП, скорее я тут скажу, что мы мониторим верхний уровень, потому что верхний уровень в технологических сетях, как правило, ну, очень много где не отличается от того, что в корпоративных сетях. Это тот же Windows, те же, там, СУБДшки, где-то даже есть и домены, та же самая виртуализация, то есть верхний уровень очень сильно похож на то, что есть в корпоративных сетях. Если мы говорим про средний уровень, то есть контроллеры и так далее, ну, я бы туда, по крайней мере, там, текущее моё мнение, не стал бы лезть и собирать сырые логи, там, какие-то сырые события оттуда, скорее тут правильным подходом будет использовать специализированные решения, которые производятся всеми известными, уважаемыми нами вендорами, и уже просто собирать срабатывание, там, каких-то правил, каких-то, там, алертов от этих специализированных решений, но не пытаться самостоятельно на СИЭМе строить логику, там, решений по защите, там, промышленных систем, там, промышленных систем именно вот на среднем уровне. Да, спасибо. Виктор, вы, когда занимаетесь мониторингом, может, вам ещё и реагирование доверили? У вас СУТП-шно? Пока нет. Пока нет? Мы подумаем над этим. Нет, у нас основные, наверное, клиенты – это промышленность. Я, коллег, полностью поддержу соки, ну, сегменты разделять нельзя, и за исключением, действительно, когда сегмент СУТП может быть изолированным. Вот, и, наверное, то, что, вот о чём коллега говорил, да, можно использовать, мониторить общесистемные вещи, логи различные, Windows, там, поведение антивирусов, да, там, периметральным сетевой экран, можно действительно поставить туда средства класса Industrial NTA и мониторить сработки от него. Ну, то есть, ровно, как говорит коллега, мониторить ПЛК, разбираться с уставками, ну, для этого есть специализированный Industrial NTA, это не сок. Хорошо, а как тогда обнаруживать конкретные инциденты, которые, ну, завязаны именно на бизнес-логику функционирования СУТП? Ну, то есть, там, несанкционирование, обновление прошивки, там, ещё что-нибудь, ну, то есть, необходимо же более детально понимать именно то, как функционирует СУТПшная сеть и как, что там может быть инцидентом с точки зрения ещё и бизнес-логики, потому что последовательность легальных событий может вызвать инцидент. На самом деле здесь немножко другая история. Вопрос, надо ремониторить бизнес-логику, он в первую очередь к производителям Industrial NTA, потому что сок, по сути, использует готовые средства. Если мы говорим, что мы мониторим, да, соответственно, сетевой сегмент, да, строим там, там, карту процессов появления новых устройств, это делает прекрасный Industrial NTA. Вот не все продукты этого класса, да, некоторые претендуют на то, что они могут следить за уставками, следить отклонения процессов. Если мы ставим такой сенсор, да, действительно можно, соответственно, часть вещей эскалировать на сок. Вот, но пока само средство, которое мы используем, не может этого делать, то есть контролировать бизнес-логику, но сок здесь, не имея инструмента, по-моему, это история либо будущего. Понятно. Насчёт мониторить уставки, это из того же, и мониторить. Смотрите, у ПЛК есть, ну, довольно стандартный набор команд, перезагрузка, там, заливка конфигурации, авторизация или нет. Это их средства класса Industrial NTA все умеют. Поэтому сок это тоже может лезть глубже в бизнес-логику. А это как раз уставки, по сути, набора цифр, ну, бесполезно, по-моему, разумеется.